Интересно на себе себя преображать, делать разительные перемены, посмотреть, как ты бы выглядела с другой стороны. Я, можно сказать, милая по сравнению с этим образом. От такого пронзительного взгляда мурашки по коже. Первая реакция нашей съемочной группы – бежать без оглядки. Вторая – взять у этой красавицы с бледной нечеловеческой кожей интервью. В жизни Таисия – милая, приежная ученица старших классов. А сегодня она превратилась в мутанта из игры «Биошок». Во время перевоплощения, признаются участники фестиваля, иногда забываешь, кто ты есть на самом деле. Имя, фамилия, возраст и профессия становятся неважными. Наши образы взяты из игры. Ты Димоненок? Я Димоненок – это ангелочек. Мы решили контрастировать спор добра и зла. Да. У нас такой амфла вырисовывается из года. Вот кто-то добрый, а кто-то злой. Но она не совсем злая. Она просто… Я немножко вредная. Да, вредная и шкодливая. А эти девчонки как будто сбежали из молодежного мультсериала «Лов Лайф». Он рассказывает о девяти школьницах, которые захотели выбиться в люди и создали свою музыкальную группу. Татьяна и Екатерина дружат в жизни, как и их персонажи. Костюмы – совместное творчество. Девушки планируют отправиться в них покорять Москву на Всероссийский фестиваль, а затем и в Японию. А вот 22-летняя Анастасия Смирновой, которая, к слову, работает в службе поддержки пользователей. Косплей – возможность вырваться из привычной реальности. Косплей – это мечта моего далекого, далекого, далекого детства, которое я начала исполнять совсем недавно. И знаете, это действительно очень круто – оказаться, как говорится, в шкуре другого человека или персонажа. Ты отвлекаешься от реальности и примеряешь на себя совершенно иной образ. Сможешь быть кем-то другим. А иногда это реально очень помогает и от стресса, и просто очень весело. Образ Харли Квинн из мультфильма про Бэтмена девушка доработала. Трико она превратила в платье, а огромный молот, с пугающей надписью «Твое лицо здесь» и ее особая гордость. Похоже, организаторы Паникона предусмотрели все. Даже тот случай, если чье-то творение вдруг порвется. И булки, нитки, отвертка, клей и даже удлинитель – все это скорая помощь косплееров. И яркие костюмы, и оригинальные образы – чаще всего это творение их собственных рук. Вход идут и подручные материалы, и дорогие ткани, а все для того, чтобы окунуться в другую реальность и почувствовать себя в роли любимого персонажа. По мнению постоянных участников, косплей, который переводится как «костюмированная игра», гораздо шире этого понятия. Каждому человеку хочется побыть кем-то другим, нежели кто он сейчас есть, например. Кому-то нравится персонаж, ему хочется воплотить это в себя. Кому-то нравится сам процесс игры, то есть ты можешь сделать сценку и сыграть это на сцене. То есть тут открывается очень много талантов, такие как режиссерская, сценарная, талант к шитью, талант к танцам. То есть это все комбинируется вот в этом большом фестивале. Кто-то называет косплей игрой, кто-то искусством, а кто-то другой реальностью. Однако есть мнение, что это всего лишь хобби, ко всему прочему, не дешевое. Все зависит от того, как человек занимается косплеем. Во-первых, нужно, безусловно, купить парик, купить обувь, переделать ее, купить материалы. Не все из нас шьют сами. Безусловно, когда косплеер способен сшить костюм сам, это ценится, уважается и заслуживает гораздо больше уважения, чем косплеер, который его купил. Но, тем не менее, многие из нас заказывают костюмы у швей, которые специализируются именно на косплей. Некоторые косплееры пришли сегодня не только за праздником и феерией, а еще за своей мечтой. Ведь из всей пестрой и разношерстной толпы выберут одного единственного. Того, кто в октябре этого года отправится в Лондон, чтобы участвовать в финале международного фестиваля Еврокосплей. Нина Чешкова, Михаил Альбаум, Служба новостей, город.